Добрый день дорогие друзья и продолжать сегодняшний SGL Open под номером 17 Будут с вами Никита Тарануха, то есть я... Всем привет, я Юля Кореш Да, всем здравствуйте, добро пожаловать на канал Давненько меня тут не было, я уже забыл с чего начинать Расскажешь мне? Ну каждый раз по-разному, но вот сегодня я бы хотела команду наверное представить Сразу представим? Ну да, почему бы и нет? Можно сделать рекламу турниров каких-нибудь наших, которые будут следующими Следующий турнир у нас будет как обычно в следующую субботу Это будет 18-й уже Open Ну и как обычно финалисты Open попадают в Челленджер Собственно это все было рассказано в ролике Я бы перешел на самом деле сразу к пикам и банам Но ребята явно смотрели прошедший недавно мейджер Очень такие популярные в этой мете герои Как в банах, так и в пиках За силой тьмы у нас Фидус Еспорт сыграет За силой света команда 473 Ну и видим, ферст пик просто варлок Осталось 10 секунд Варлок, да, отлично Другая команда берет на ферст пик кристалл мейден Кристалл мейден и Дарк Сир отличные Кристалл мейден, отличная Саппорт Дополнительная в принципе Ну показали ребята вообще весь ее потенциал на прошедшем турнире Теперь она очень популярный в пабликах герой Я просто фанат кристалл мейден Я не могу об этом не сказать Не успеваю пикать Забирают раньше Страдаю Ну На эту, так сказать На это действие Нужно всегда про запас иметь второго любимого героя какого-нибудь Как тебе, например, Дарк Сир Нет, Дарк Сир это не мой любимый герой Он не кристалл мейден явно Вот я бы еще выбрала Лину Но она, к сожалению, на мид еще более-менее вписывается А вот позиции пятый, саппорт Как-то так себе выглядит Ну да Ну и команда Фидус и Спортс Банят Абадона Легион Командер Земляную Панду, как некоторые говорят Или Эрф Спирит И Урсу Очень сильные персонажи Очень правильные баны, можно так сказать И команда 473 в ответ Банят Тренд Протектора Магнуса Манки Кинг И Спектра Ну вот очень удачный бан Магнуса Потому как команда Фидус Спорт Вот он прям явно вписывался в Спект Идеально просто заходил Да, да Было бы очень-очень больно В теории, конечно Ну это в теории У нас есть время теоретизировать Команда 473 Видимо в минус арморчик Какой-то хотят поиграть Заходит у нас Винга Как ты думаешь, что это будет Керри Винга Либо Саппорт Четвертой позиции Как ты думаешь? Кажется мне, что это все-таки будет Керри А на четвертой позиции будет Слардар, наверное Дарксир в сложную Ну и остается Мид Ну это на мой взгляд Ну Керри Винге С Кристал Мейден против Омни Найта Сейчас он очень популярен В Хардлайне Но будет сложно, наверное, ему что-то сделать Возможно, Слардаром, конечно, придет на помощь В самом начале Но я вот вижу, что они сразу с Дарксиром Вместе пойдут в сложную линию Изначально А, вот так, да? Ну то есть, я так понимаю, им не хватает мидера Какого-то мидера стоять против Лины В принципе, первые пять минут Я не знаю, кто хорошо стоит против Лины Кому будет комфортно Ну так Осталось пять секунд Все ложится на плечи команды 473 Посмотрим, кого они выберут Еще есть у них дополнительное время Ну почему-то мне кажется, что это будет А, СФ в бане Не будет СФ Да, СФ они как раз отправили в бан Ну вообще логично Тинкера забанили сама команда 473 Осталось пять секунд Ну нужно что-то такое Queen of Pain Давно не видели мы на просто сцене Давненько, давненько ее не было Редко она появляется в пиках Немного подзабытый герой Ну нужно что-то, видимо, менять в этом герое Чтобы он был более популярным Прошел мейджор И скорее всего, я так думаю, будут какие-то изменения Игрового процесса самого Будут какие-то небольшие Кого-то апнут Да, правки всегда После крупных чемпионатов проходят Это правильно Хорошо, что команда Valve Следит за тенденциями игроков Спрос цены Разбирают сейчас команды героев Тебе чей пик нравится больше? Мне больше симпатизирует пик команды 473 Ну я, значит, из солидарности буду болеть за Фидос и Спорт Ну я не говорю, что я болею за них Ну, ладно Ну там тоже достаточно такой неплохой пик Он больше, я бы сказала, на исполнение Там очень сильный масс-файт Ну, на мой субъективный взгляд Я всегда уважаю выбор игроков Которых наблюдаю И пики мне всегда все нравятся, на самом деле Все зависит в большей степени же от того, как будут играть ребята И насколько хорошо они знают своих соперников Будем посмотреть Игра вот-вот начнется Мне больше всего интересно, как OmniNight стоит в сложной линии против таких героев Потому что два оранжевых героя Один из которых будет Кэри Два стана, Холба Очень сложно, мне кажется, ему будет что-то сделать Изменения последние в видимой башне Они от уровня компендиума, я так понимаю, меняются? Да, там на определенном уровне Они на определенном уровне компендиума У них просто будет другой внешний вид Я вот еще, к сожалению, не видела Ни на играх, на стримах Ни просто... Ну там же не всегда вводят Продают компендиум, а там на каком-нибудь... Я просто вот... Мне интересно было, оно реализовано уже или нет Или подождите, пожалуйста, обязательно в следующем месяце будет релиз Каминг-сун Да Ну вот Только одному Габену известно Ну а вот теперь можно представить команды Давай я тогда представлю команду 473 На Слардаре играет Пеня На Avengerful Spirit SF 966 GPM На Queen of Pain Worst Game Ever На Crystal Made in Soul Don't Stop Me Now И на Dark City 9 всегда 1 Команда Fidus Esports 99 на Джиггернауте Мадока Канэйм на Алине Мадока Канаме Канаме Это персонаж одного аниме Очень интересно Черт, я не смотрела это аниме Призрак в доспехах Фильм, мне кажется, такой вышел недавно Да, да О, окей Я не могу, к сожалению, справиться с ником Омни Найта Какой-то символ Будем считать, что это какой-то сильный символ Да Кёрст Бай Габен на Сент-Кинге И Эксесс на Варлоке Ставятся варды в смоках Смок спал Вард видели Да, и сразу встречают Начинает размениваться у нас Слардар с Сент-Кингом Интересная битва на шрайне Ни к чему не приведет, скорее всего Да, Слардар просто уходит Тут уже подтягивается Винга В смоке Дарксир Да, смок спадает И, в принципе, он Ни варды ничего не успел, по-моему Команда Радиант, видимо, проигнорила варды Я не вижу ни одного пока Одних на карте А, простите, на нижний руне поставили Там просто был герой и не видно было Для меня немножко странно Почему команда Тьмы поставила оба варда на линии При этом нет варда в миде Нет варда на руне Для меня немножко непонятно Денег не хватило на варды Или мне всегда просто наши мидии раорут Ааа, где варды? СМ, что ты делаешь? Прекрати Может быть Вполне Нет, вот, кстати, на миду Есть один вард от сил света Ну да Он скорее на руне опасно Да, погибает у нас здесь Слардар Забирает фротблат Жигернау Неплохое для него начало Подарили ему соперники Да, и очень смело как-то Слардар Сначала разменивался с Сент Кингом Что, в принципе, ни к чему не привело Но пришел-то он наверх уже побитый Бесстрашный Слардар И скорее всего он, да, сейчас будет возвращаться в сложную Нет, на мид идет Тут какой-то сейчас планируется, видимо, выход на Лину Так как здесь Кристал Мейден и Слардар Ну, Лина будет мучить Квин оф Пейн своими продувками Едет к ней Курьер Возможно, это уже Боттл Тяжело будет стоять Квин оф Пейн против Лины Возможно, здесь... Возможно Убивает Курьера Слардар Кура погибла и опасна Могут быть проблемы у Лины Не должна она здесь уходить Есть Слоу, есть Кортик Должна быть еще одна Ковба И Лина погибает Вот с такими выходами С такими выходами, конечно, стоять будет проще Но лишь бы саппорты не забывали тогда И постоянно Постоянно приезжали на мид и помогали Ценность груза была в Курьере ноль Я не поняла, зачем Кура пустая шла на мид А это хитрый план, наверное Какой-то хитрый план, окей Ну, бывает Ну, тем не менее У Лины по крипам Более-менее все На фоне Квапы Квапа, конечно, динает Ну, и сейчас опять пойдут продувки И опять у Квапы проблема Вынуждена она прижиматься под свою башню Так вот, вместо Квапы я бы, наверное, взял Темплар Ассасин против Лины стоять Ну, Темплар Ассасин Слишком маленький рейндж Так же некомфортно Да, тоже было бы не очень Очень трудно подобрать Лиз Варлаком искать в лесах Дарксира Дарксир здесь А он здесь ранен Сейчас его найдут Подкоп будет? Есть подкоп Погибает мгновенно Дарксир Ну, вот Вот эти варды, которые Не видят, по сути, ничего Винга у нас фармит Свою легкую линию У Омника 8 добитых крипов Да, у Омника дела обстоят лучше, чем у... Лучше, чем у Кори Винги Да, у Винги Ну да, Квапе очень тяжело Нет у нее еще Ботла Едет к ней уже Курьер везет Вынуждена тратить шрайн Ну и нужно выходить напрягать Лину Явно А здесь караулит... Сэнд Кинг в засаде Но... Но... Я думал умно поступит Через лес попробует провести Но все равно Сэнд Кинг не стал прыгать на Курьера По-моему он сейчас спалился Да, скорее всего Скорее всего его видно было Пытается у нас здесь гонять Омника Он вешает на себя репл и просто уходит Да, встает до него Винга Пошла холба, хил Все равно не уйдет никуда скорее А нет контроля, возможно и убежит Выживает И проблема у Слардара Слардар погибнет Забирают в отместку Слардара Хорошо, неплохо сыграно Мне показалось просто, что одновременно дали весь контроль ребята И... А, стан Винги И... да, да, да Добьет ли Кристал Мейден? Хватит ли урона? Вышка на ее атакуют Кристал Мейден могут еще забрать И здесь ему уже некуда бежать Есть Сан Должен он здесь умирать Крипы очень больно атакуют Вингу Но тем не менее она успевает Ну, для Омника это хороший размен Очень много времени он выигрывает Имеет десять крипов Ну, и по сути, да Два убийства За себя одного Очень неплохо Сэнд Кинг у нас загулял Странно, почему Сэнд Кинг Не фармит леса Какие-то стаки не делает Он бегает второй уровень И по сути не имеет никаких артефактов Кроме сапога И... Никаких заявочек на даггер Ну, это... Проблема у нас здесь опять у Винги Умнинайт вешает переполы Просто бегает и гоняет всех дружно Имеет четвертый уровень Хил в два Ну и все И селедка вынужден уходить Справедливость Ну, сейчас было опасно Если бы Винга не отошла от крипов Она бы погибла от хила Подгибла, да Да Ну, неплохой герой для хардлайна Надо признать Ну, Умнинайт, да, очень сильный А вот он и Сэнд Кинг И убивают они вдвоем здесь Кристалл Мейден Ну, да У Сэм там не было шансов просто Там у него есть орпов Веном А пассивочка Она замедления вкачана И сложно очень на Сэмке от него убежать Он вешает на себя репел И ты его не можешь ни заморозить Ни замедления ему кинуть Естественно скорости убежать у тебя не хватает Загоняет здесь Джаггернаун Дарксира под вышку Фармит Загоняет он Причем его под вторую вышку даже Ну, неплохо И начинают постепенно разминать Т1 на верхней линии Скорее всего Удачно у них получится Полувышки точно снесут Ну, Джаггернаут явно выигрывает по фарму Венгу сейчас в данный момент Не особо напрягает его Дарксир Верхнюю башню, который стоит соло А саппорты команды Фидус и Гейминг Вообще находятся сейчас вражескому лесу Странно, почему они не ставят ворды Пытаются здесь догнать Джаггернаута Но вряд ли, наверное, у них хватит Есть у него крутилка И убегает на шрайн Нет, он хочет драться на развороте На центральную линию, да Да, его саппорта уже подошли, ставится в арт Нет, все разбудутся Ни к чему этот замес, похоже, не приведет Да, просто все уходят Идет еще одно ТП от Queen of Pain Сент-Кинг пытается разминаться с Дарксиром Но получается не очень хорошо Очень больно Если сюда все стянутся, тогда... Очень больно Сент-Кинг Не спасают его Я сбиваюсь с песком Ну что, это в принципе хороший размен для команды 473 Ну, тут... Да Наверное Очень много у Омника У него есть тяпнутый щиток обгрейженный Я забыла, как называется артефакт на плюс 5 брони Которая идет на запчасть для Мекки Либо для Кримсон Гларда Я забыла, как он называется В общем, он очень плотный, у него очень много У него есть шестой уровень Но если он будет носить с собой телепорт Это может быть настоящая проблема Чейнмейл, да Мидасон хочет себе купить Скоро у него уже будут арканы И вот очередной Омник, который играет без соул ринга И причем ему хватает маны Я не понимаю, где они берут ману Ну, план простой Умираешь, летишь на базу, там ману восстанавливаешь, бежишь обратно на линию Я здесь просто стерли этим хилом и пистопом И собирается кушать Тауэр Венга у нас притянулась наверх Имеет шестой уровень Проблема у Варлока, есть хил Но это его не спасет, конечно, да Здесь трое героев команды 473 Они с легкостью забирают Варлока Ну, по надворсам Мы видим, что Джаггернаут Значительно вырывается по фарму вперед Да, ну и вообще Команда Фидус и Спортс Они впереди Вот сейчас очень удобно сделали, кстати Нововведение для просмотра игр Да, мне тоже очень нравится Что теперь видно преимущество Сразу же Ну, да, не нужно открывать график Нет, ну график, конечно, можно посмотреть Там, какие были качели веселенькие, да Ну, да, да Но качелей в этой игре, к сожалению, не было Пока что, пока что лидирует в этом плане команда Фидус Ну, вот 4000 преимущества на девятой минуте, это очень много Но здесь постепенно, да, начинают отыгрывать Могут еще и Джаггернаут распрыгивать Висят банды Забирает, забирает даблкил И сейчас нужно уходить Есть Успевает Омник его похилить Но нет На репел у него, видимо, маны не хватило Просто не успел Как бы здесь еще и Омнику не загулять Но вряд ли он загуляет А здесь поймают Вингу и... Винга должна погибать Бежит Фордар Нет у него даггера, четвертый уровень А Лина пушит мид Лина пушит мид и уже успела обогнать Уже успела обогнать Queen of Pain Ну, в принципе, я бы сказала, что они примерно ровно стояли мид Но, конечно, помогали саппорты тем, что находили Поэтому, в принципе, все ровно Нижнюю башню сил тьмы атакуют Пока никаких таких особых преимуществ нет За исключением джаггернаутов СМ четвертый уровень Срочный, нужен шестой И идут пушить команда Фидус и Спортс Здесь вышка, конечно, должна погибать Да, здесь не будет драки за нее Ну, там еще на Варлоке нет големов Нет у него шестого уровня Девятый уровень У нас имеет джаггернаут Ну и на месте СМ вообще не стоит Доставаться могло быть опасно Конечно, да, сейчас ее могут еще и поймать Крипы ее увидели Ну, там всего лишь... Хорошо, что это всего лишь крипы Центральную линию пытается спушить Queen of Pain А тем временем Omni Night спокойненько фармит На нижней линии Никто ему не мешает Что так к нему везет курьер Рецепт на Мидас Все, уже Мидас Отлично, десятая минута заканчивается Начинается 11 Мидас Можно жить Интересно, это будет модный современный Омник С Радиансом Или все-таки по старинке По старинке Гвардианы Там полезные артефакты Владимир Полезные артефакты для команды Ну, если он... Ну, вот, как знать Мидас Мидас Позволяет некоторую экспериментку Ну да, да Плюс команда у него сейчас явно лидирует И пытается его поймать сейчас Queen of Pain Видит, сейчас должен быть репел и просто уйти Да, так он собственно и делает Он практически... Практически спушил нижнюю вышку Винга постоянно вынуждена перемещаться по карте Странный какой-то закуп для Кэрри Винги Свап Есть танк Получает в ответ танк Получает в ответ танк Ну, Линус Увидит, догонит Нет, глопа догоняет Нет, глопа догоняет Ну, тоже неплохо, тоже неплохо Очень хорошо Успела она впрыгнуть И дать ножички свои Пятый уровень у нас имеет флордар до сих пор Вот не совсем понимаю этих флордаров на четвертой позиции Слишком поздно какие-то артефакты появляются Слишком поздно появляется уровень Ну, да, возможно стоило кого-нибудь другого на эту роль взять Слордар очень хорош, когда у него пораньше даггер Выживет ли у нас Сэн Кинг Капает на него Яд Выживает Выживает, успевает Силы тьмы Но сейчас я бы сказала, что ему повезло Десятый уровень имеет Лина Мидас у нас появился у Омника Есть големы на Варлоке Возможно, нет Нет, весь вышки здесь Сам позднее ТП от Джиггернаута Не успел он прилететь вовремя Вышка вот с одной стороны как бы защищает Защищает, то есть стреляет Но еще дает такое моральное такое превосходство Немного Почему моральная аура брони сейчас на вышках? Да, вот теперь еще аура брони Значит не только моральная Плюс команда к тебе может прилететь Здесь на телепортах Телепорт Да, теперь самый ближайший телепорт Это на шрайн На верхней И как бы все равно с него нужно время Чтобы добежать вовремя в драку Не успел Проблемы здесь нет проблем Поймал Не поймал Не достал станом Сэн Кинг И сейчас могут быть проблемы У Кристал Мэйден Видит ее Варлок Подходит здесь Лина Будут скорее всего так забирать ее Конечно, просто не будут Даже тратить А тем временем на 800 голды убивают Курьера Где-то ехал Курьер Больше не едет Жалко мы не видели что же он вез И Свардар просто уходит на телепорте Правильно делает там трое или четверо И в ответ идут пушить Т2 Центральную башню силы тьмы атакуют Не рановато ли А вот манта стайл для джаггернаута был В курьере Ну на тринадцатой минуте манта стайл Это очень круто было бы Было бы, но теперь придется подождать Нет, это еще был не манта стайл Это заявочки у него Верхнюю башню силы тьмы атакуют Ну что, у команды 473 Некоторые проблемы В игре нет еще мекки на Дарксире Но вот сейчас он должен ее приобретать Да, покупает Нужен срочно дайкер на Свардаре Да, как минимум на нем Проблема опять у Кристал Мейден Ловит ее в очередной раз в лесу Успеет ли она уйти Подходит Queen of Pain О, отличный ульт Хороший ультимейт от Queen of Pain Еще и заберут они Нет, успевают дать репейл умни найт Влечение Нет лагуны у Лины Подходит здесь Винга Подходит джаггернаут И Вингу здесь должны забирать Да, Лина попадает станом Лина выживет Неплохо То есть получается на одного Сент Кинга Разменяли троих персонажей Керри Вингу и Медовую Квапу Ну да, и мы видим изменения в Галде и Вокуте Да, сразу на преимущество 5700 сразу Ну да, на такой минуте Сложно, наверное, уже дальше будет что-то делать Нужно как-то быстро добирать этот дайкер на Свардаре Поставить какие-то защитные варды Я вот вижу, один вард стоит Там уже просто не первый раз А в их лесу забирают Навязывают драку Забирают Crystal Maiden Да, да, да Вардов, конечно, не хватает Как, собственно, не хватает средств на их покупку Но нужно как-то Как-то Планировать свой бюджет немного Нет, но если ты не можешь фармить в своем же собственном лесу Нужно какие-то усилия Это колокольчик такой тревожный, естественно Возможно, не стоит вообще в него заходить Пока ты не поставил всей командой фитром там с Н3 Может быть, стоит в верхний лес пойти пофармить А там у них в верхнем лесу тоже темно как-то Тоже не видно ничего Но хотя бы там У них зачем-то стоит агрессивный вард между Т1 и Т2 Да А, видимо, когда заходили туда Кого-то пытались поймать, возможно, там воткнули С тех еще времен Ну, возможно, да Медальку у нас купил себе Omni Night И это будет SolarCrest Ну, почему бы и нет, неплохой выбор Учитывая, что там у команды противников есть Слардар Есть венга Мешать на кого-то армор Полезно, я считаю Полезно, полезно будет, конечно Армор лишним никогда не бывает И здесь должны убивать он никогда А, венга свапа, если там пятером забирают Пятером его здесь ждали Главное забирать здесь вышку Идут телепорты на шрайн Подходит ногами Сент Кинг Неужели хотят на развороте какую-то драку? С чем? Ну, как минимум, вышку точно надо 5 О, очень плохой тиммейт от Сент Кинга Да, не очень Неудачно Неудачно он летел и должен здесь погибать Есть тульта Twin of Pain Да, забирает Падает голем еще к тому же Голему очень больно под Джаггернаутом Но ставится Новый Год, стяжка И Лина здесь должна всех добивать Лагуны у нее больше нет Колба И что, уйдет? Нет Должна она нагонять здесь Crystal Maiden Успевает улететь Дарксира Единственный, кто выжил в команде 473 Получается, забрали они Омни Найта, вышку и Сент Кинга Но в отместку получили почти вся команда Ну, опять не самый удачный размен Видим, что они уже 7700 проигрывают И будут заходить на Т2 спокойненько, наверное Сейчас снесут Твое подношение Ну, скорее всего, да Там нет Ультимейта у Queen of Pain Нет У Crystal Maiden Ультимейта нету Дарксир еще не качал стенку, в принципе Хотя он уже 10 уровень Может быть, все-таки пришло уже время 10 уровень И не взял талант И не взял талант Интересная Интересная раскачка Я таких еще не видела Ну да, он получается Ну, вакуум Максил, да? Вакуум Ну и он вжал Странный выбор, на мой взгляд Да, определенно Забирают Забирают Crystal Maiden В очередной раз В очередной раз в лесу И хотят пушить Т1 Но здесь она явно падает, вышка очень убитая И просто нужно команде отойти Потому как Их уже в спину А их могут, да, в спину сейчас встретить Но там один варлок Ну там варлок просто поставил варды Можно заметить Если Джаггернаут ему поможет, можно Что-то попробовать Вот Fidus Fort вообще Отлично контролирует карту У них очень много вижена стоит Команда 473 сейчас вообще не видит ничего Я не вижу от них ни одного варда Да, все пропали Вот только там, где герои бегают Только там, где бегают Крипы Но в такой ситуации Нужно пытаться Хотя бы какой-то фарм обеспечить Для своей команды Да, естественно Нужны защитные варды Хотя бы Даже не хотя бы Пара сентриков бы тут тоже не помешало Потом как постоянно Раздевардить лес Раздевардить это все И что у нас Диффуза, насколько я помню Летят у нас к Джаггернауту Ну и вот Прям тревожные колокольчики Такие звенят Ловят варлока Успевает он бросить голема Пошла стяжка, но есть сила Вот она стеночка Отличный врыв от Сент Кинга Хватит ли урона Нужно сбить Да, сбивается ульта У Кристал Мейден И в обмен на одного Омни Найта Забирают троих героев Очередная плохая драка Уже десять тысяч преимущества Да, здесь Несмотря на то, что Вроде бы и стенка И стяжка Были хорошие Но туда еще влетел Сент Кинг И просто Квапа в это время Находилась внизу Туда не хватило Ультимейта Квин оф Пейнт Какого-то еще Про каста Да, у нее есть Соник Вейв не в фулдауне 19 зарядов на буттоуне на линии Чем вы будете ее теперь убивать? А вот тут вот уже Непонятно Слордар на дагере влетает Дает стан Только И потом еще следом Все усилия Нужно теперь Прикладывать Чтобы ее убить Это Венга у нас собирает Худ Ага Венджи фолл спирит Будет в ходу Дефенс Надеется Как-то наверное Защититься От прокаста Лины Ну да Защита Здесь нужна явно Но вот Худ Ля Кэрри Венге Как же Драгон Лэнс Я не знаю Здесь вообще Верхний Бар Необходим БКБ Не помешало бы Я не уверена, что здесь Хватит пережить весь прокаст Даже Пайпа Там очень много Мак урона В них влетает Просто Кидаются Банды Кидается Голем Туда влетает Сэн Кинг Все это время Задувает Лина Очень много урона Ну и напоследок Еще ультует Джаггернаут Ну там физ урон Ну там да Я просто Ловит у нас здесь Сэн Кинга Загулял он конечно Там была Отличный вакуум Матч Дарксира Проблемы у нас у Варлока Големов нет Но нет Не пойдут догонять Будут ли добивать Нужно добивать Рошана Ставится стенка Что Отрезает он На команду Неплохо И да там вешается Минус армор Пытается зайти туда Джаггернаут Успевает ультануть Но у него очень мало Подается меха Джаггернаут Еще живут Живет Нечем не видят Кристалмейден Под ультом И что у нас Успевает уйти Лина Успевает Что у нее либо лотар Либо руна Я что то вот не видела Лотар у нее Все таки погибает Стоит центряк на миде Погибает Кристалмейден Но Лине не страшно У нее Успевают забрать Рошана У нее Минус 30 секунд Ко времени возрождения И все Она уже в деле Сейчас прибежит С новыми силами И отомстить Ну и опять Не самые удачные Итоги боя Как мы видим У Венги здесь проблема Ее скорее всего не отпустят Минус 5 Минус 6 Я бы сказала Потому что сейчас Явно отдает она Аегис Не дадут ей здесь уйти Печально все складывается Конечно Для команды 473 Очень трудно будет противостоять Тут даже Я Я теперь слабо представляю У меня в голову Да не приходит Что можно сделать Такого Чтобы Как-то перевернуть Игру Ну слишком большая разница В фарме Плюс Такие герои Которые Помимо артефактов Имеют Отличный проказ Отличные маски Килы отличность Тяжка Но Кидается туда голем Ставится Обхива И сразу Минус 3 Или Венга Не выходила Нет Венга не выходила С кларда С адапфиром погибли Ну и голем пушит Джаггернаут пушит Стоит Хилингвард На блингдагере У нас летает Джаггернаут Очень далеко Никого не успел поймать Ну и здесь Должна падать Вышка Абсолютно нечем защищаться Проблемы здесь Могут быть у Венги Да, Венга Сгибает Под диффузами Квапа успеет ли уйти Лина потратила Еула Еула вообще был Нет Я что-то не заметила Не видела я у нее Это чужой Это видимо был Юл Квапы Центральная казарма сил света Ну и вся команда жива до сих пор Нужно отойти Видимо хотят Они хотят отходить Но чувствует Своё превосходство Да и поэтому решают Тарксиро Могут еще Тарксиро забрать Ну можно Немножко не успели Добить Рейнджевой барак Стал состоять А еще Продолжает Продолжается Драка Продолжается Все Агг Пишет Тарксиро отключается От игры судя по всему Ну это было Достаточно Легкая игра Для команды Да Можно их только Поздравить Но Команде 473 Не унывать И больше тренироваться Наверное Больше Искать Какие-то стратегии Вот именно В контрпике Ну я надеюсь Они еще раз Примут участие В нашей лиге Я вам скажу У нас Много команд Много участников Становится Да Ты смотришь на команду Много лица Постоянно у нас появляются О Команда уже участвовала Ты даже некоторых По никам уже начинаешь Запоминать Я уже запоминаю Некоторые команды Да Ребятушки Не унывайте Участвуйте Мы уходим На небольшой перерыв Вернемся буквально через 5-10 минут